Так что в начале 90-х время было шикарное, конечно. Когда начали выходить эти газеты, куда можно было дать объявления о знакомстве, там появились десятки тысяч объявлений, как от мужчин, так и от женщин, отчаянно ищущих себе пару. Вот просто такое впечатление, что взрыв произошел, то есть пар копился, 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 потом котел взорвался. При советской власти проблемы были у людей реально чудовищные в этом плане. Естественно, все это замалчивалось. Вот, просто никто про это не знал, то есть выйдешь на улицу, там дохера, там пар всяких, люди, в общем-то, более-менее средние, социализованные люди как-то там между собой знакомились. Вот, но я думаю, на процентов 30 населения никаких шансов не имело вообще. Либо от безнадёги, там, большинство мужчин женились на всяком говне, шли в ЗАГС, и потом их жизнь была недолгой и плачевной. Я такие случаи знаю. Вот, у меня были тяжелейшие депрессии. Вот, так что, вот, в начале 90-х время было шикарное, конечно, по сравнению с тем, что происходит сейчас. Вот, я бы не хотел сейчас быть молодым. Это точно. Вот, ну вот такие дела. Но, кстати, не надо думать, что это самое, что бабы были какие-то там сильно замечательные. То есть, ну, как минимум 99% баб были таким же говном, как и сейчас. Просто они не были вот так вот избалованы вот этими сайтами знакомств. Вот, и чуть-чуть капельку вели себя поприличнее. И почаще попадались бабы вменяемые. Вот, но в целом, в общем и целом, качество баб было такое же, как сейчас, слову доброго не скажешь. Сейчас тоже есть способы знакомиться, но они требуют терпения, требуют упорства. Сайты знакомств, канонические сайты знакомств, это абсолютное говно. Они специально сделаны, чтобы там никто не мог ни с кем познакомиться. Вот, естественно, их владельцы это, ну, подонки конченые совершенно. Знаете, я вот думаю, если бы меня во власть, кого я бы перестрелял бы первыми. Первыми я бы перестрелял телевизионщиков и владельцев сайтов знакомств. Вот реально достали. Потом бы уже подумал, кого еще. Но этих двоих в первую очередь. То есть, эти твари жить точно не должны. Продолжение следует.